Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя и, соответственно, продолжаем обсуждать рынки, технику, фундамент, возможности, ну, в общем, помощь для тех, кто следит за нашим с тобой контентом совместным, совместными выпусками. Очень хотим, друзья, подсказать вам наиболее оптимальные, самые интересные точки входа, особенно эти сейчас на рынке интересном, хоть и совершенно непредсказуемом. Опять же, влатильность значительная, но рынок ходит туда-сюда, в итоге оставляет нас в таком состоянии неопределенности. А что дальше? Ну, вот как раз с этим будем пытаться разобраться. Пятница. Non-Farm Perils как раз после нашего с тобой в среду эфира мы с тобой готовились, потому что в пятницу будет на рынках жарко, поскольку отчет очень важный для американской экономики, отчет, который помогает прояснить перспективы повышения процентной ставки в США, да и в целом оценить то, что происходит в США. По статистике, ну, я думаю, что все уже в курсе, посмотрели за фактическими цифрами, которые произошли. Ожидания, прогнозы, цифры хорошие, 528 тысяч новых рабочих мест, причем, если сравнивать с прогнозом, почти в два раза лучше. Классно, конечно же. Уровень безработицы 30,5 процента, это значение конца 2019 года, то есть до тех пор, пока COVID не накрыл еще американскую экономику и мировую экономику вместе с ней. Если сделать небольшую отсылку на релиз по ВВП, который вышел за второй квартал полторы недели назад, когда мы увидели, что американская экономика оказалась в технической рецессии, тогда многие представители американского регулятора и министерство финансов не признавало, что это так, потому что рынок труда сильный. Сейчас, конечно же, опираясь на этот пятничный релиз, можно сказать, что, может быть, они в каком-то формате и правы. Действительно, уровень безработицы, которые сейчас мы видим в США, позволяют нам предположить, что в американской экономике не все так плохо, как могло бы быть, если бы, например, мы увидели другие цифры в прошлую пятницу. Поэтому я бы сейчас не стал очень сильно негативить, продолжать развивать тему того, что американская экономика, оказавшись в технической рецессии, дальше по итогам третьего квартала уже идет уже в полноценную рецессию. То есть я пока с выводами торопиться не буду. Но что этот отчет значит для Педрезерва и будущих решений по процентной ставке? Ну, то, что раз сильный рынок труда, значит, американский регулятор может, в принципе, быть более решительным, если потребуется снова начать активно повышать процентные ставки. Об этом мы узнаем уже в эту среду, когда выйдет отчет по инфляции в США. Напомню, что в июне инфляция достигла новых многолетних максимумов 9,1%, а в эту среду будет уже июльский показатель. И в случае его роста, конечно же, ФРС сможет позволить себе вернуться к темпам повышения ставки там на 75 байсных пунктов, а почему бы и нет. И на вопрос о том, они спровоцируют ли этот экономический спад, ФРС может сказать нет, потому что у нас есть бэкграунд сильный в виде мощного рынка труда. Индекс доллара, давай к демонстрации экрана. Ну, я думаю, что инфляция будет небольшая, ну, ниже того, что мы сейчас имеем. Ну, точнее, в июле будет ниже, чем в июне вот эти данные, потому что там будут учтены цены на газ, на нефть, они достаточно, особенно нефть подкорректировался. И, возможно, данные будут и такие агрессивные. Да, ну, судя, честно говоря, твою точку зрения разделяют все эксперты и аналитики, которые тоже прогнозировали. Игульский показатель по инфляции, если мы сейчас перейдем в экономический календарь, мы увидим то, что там действительно показатель ожидается ниже, чем 9,1%. Но мы неоднократно убеждались в последнее время, как реальные вещи могут сильно расходиться с ожиданиями. Поэтому я предлагаю дождаться как раз отчета в среду. Вот жалко, что у нас с тобой эфир будет еще до заседания, точнее, до отчета по инфляции, то есть мы сможем разобрать с тобой только через неделю, в следующий понедельник. Ну, ладно, в общем, посмотрим, что там будет в итоге. Индекс доллара 106.33. А пункта, в частности, в прошлый раз, когда мы с тобой касались перспективы этого актива, я рекомендовал покупать. В целом, локальный максимум был практически в районе 107 пунктов. И сейчас мы остаемся выше той точки входа, которая рассматривалась во время прошлого эфира. Я по-прежнему, Виталий, сторонник того, что индекс доллара все-таки сможет сохранить восходящую динамику, особенно после выхода пятничных non-farm barrels, то есть есть на что опираться и есть на чем расти. И не хочется разворачиваться, опять же, когда есть такой хороший фундаментальный фон. Если действительно в эту среду мы увидим значение по инфляции пониже, ну, там уже можно будет снова подумать. Возможно, локальная, как бы среднесрочная даже перспектива для индекса доллара будет пониже. До выхода отчета я предлагаю поспекулировать и иногда, возможно, стоит попробовать поиграть против мнений большинства. В данном случае положить, что инфляция может оказаться уже не такой, как прогнозируют эксперты. Ну, конечно же, если индекс потребительских цен окажется выше 9,1%, то доллар будет просто королем на рынке Форекс, потому что станет очевидно, что Федеризеру точно нужно повышать ставку и в сентябре, и в ноябре, и в декабре. Так, по поводу других идей. Европейскую валюту. Ранее я рекомендовал рассматривать с точки зрения шарта, но, опять же, когда мы с тобой… В общем, когда мы в прошлый раз обсуждали перспективы евро, по-моему, там котировки были 1,01,20, около того. И я рекомендовал шартить там с целями паритета. Лоу был в итоге, который мы видим. Это как раз лоу торговой сессии среды 1… А, нет, 1,01,60 было, по-моему. Да, и лоу… Ну, да, но на тех же значениях. Да, и лоу торговой сессии среды был в районе отметки 1,0,1,22. Эта сделка была закрыта по безубытку, к сожалению, очень быстрого паритета. Мы не увидели после, опять же, на фоне того информационного фона, который сложился. Но я, опять же, сторонник того, что евро все-таки еще сохраняет потенциал снижения паритета, потому что верю в курс просто американского доллара. На этой неделе, к сожалению, вот, ну, кроме отчета по инфляции, более значимых триггеров для европейской валюты не будет. Но отчет по инфляции напрямую повлияет на индекс доллара, а индекс доллара коррелирует с парой евро-доллара. Поэтому думаю, что движения будут интересные по евро-доллару. Цели в районе паритета остаются прежними. Я рекомендую шартить не с текущих значений, а в случае пробоя сегодняшнего локального минимума. Это 1,01,58. Ну, как раз стелл-стоп можно забросить на уровень 1,01,50. Тейк-профит, соответственно, паритет, а стоп-лосс на отметке 1,02,10. Так, рынок нефти. Вот нефть и золото, к сожалению, меня разочаровали, потому что я очень большую ставку делал на заседание ОПЕК на то, что после того, как это решение по уровню нефтедобычи, по обновленным параметрам, опять же, сокращение производства, увеличение производства, то есть будет оглашено, у нефти будет повод для того, чтобы развить восходящую динамику. Ну вот, собственно, после того, как заседание ОПЕК состоялось и приняли решение увеличить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки, максимум был, у нас первая реакция рынка нефти была рост и максимум 102,36. Но после этого вышли данные по запасам, которые изменили рыночное настроение, обвалили рынок нефти вот к тем значениям, которые мы видим сейчас, кассировки 96 в моменте, а лоу было там в районе 92 долларов за баррель. Нефть, конечно же, остается, на мой взгляд, самым волатильным финансовым активом, потому что, посмотрите, буквально речь идет о днях, не о тенденциях недель, а за эти дни бренд теряет и восстанавливается там в диапазоне от 5 до 10 процентов, это без плеча. Конечно же, работать с таким подвижным рынком очень непросто. В общем, эта сделка была закрыта по стоп-лоссу, новых идей я пока что давать не буду, потому что сомневаюсь уже в верности определения тенденции, я действительно не знаю, что сомневаюсь может быть дальше, потому что он, он с одной стороны, располагает к тому, чтобы ставить на дальнейшее снижение, если вернуться к тематике замедления экономического роста, там осенний спрос со стороны Китая, США, но с другой стороны, есть те факторы, которые, по идее, могут стать причиной развития бычьей динамики, если здесь копнуть тему энергетического кризиса и предстоящего осенне-зимнего сезона. Но я думаю, что к нефти вернусь только после того, как бренд закрепится выше 100 долларов за баррель, я надеюсь, что это произойдет, потому что до конца этого года все-таки еще сторонник идеи того, что скорее вырастет, чем упадет дальше. Но новых идей сегодня давать не буду. Так, и что касается еще нескольких активов, это золото, которое я рекомендовал покупать с отметки 1770, но там был еще стоп-лосс, короткий 1760, к сожалению, этот стоп-лосс он был достигнут. Жаль, конечно же, потому что сразу же после этого рынок долгоценных металлов, в данном случае золото, выросло почти на 50 долларов и практически коснулось 1800 долларов за тройск-лонсор. Но опять же, друзья, мы видим, насколько непредсказуемый рынок в моменте, к сожалению, бывает так, что правильно сразу же тенденцию определить не удается. Пока тоже вне сделок, понаблюдаем страны. Так, Виталий, еще хотел подсветить локальные возможности того, что можно вот торговать до среды. Это британская валюта, сейчас котировки 1.2102. Я рекомендую поставить отложку sell limit с уровня 1.2150, стоп-лосс 1.2210 и ждать, соответственно, в районе отметки 1.20. Основная причина, почему негативно я смотрю на фонд, это не только потому, что я верю в доллар, но еще заседание Банка Англии, которое состоялось в четверг, где британский регулятор фактически объявил, что через месяц экономика окажется в рецессии, которая продлится полтора года. И пересмотрел прогнозы по инфляции, теперь ожидает рост индекса потребительских цен до 13,3% в октябре. Это, конечно же, жутко для экономики, не знаю, что там будет дальше, но полагаю, что фунту на этом фоне вряд ли придется сладко. И еще пара доллар-канадец 1.2894. Здесь на контрасте двух отчетов, сильных non-farm pearls и провальных данных по рынку труда Канады. Еще здесь еще можно добавить и снижающиеся цены на нефть, которые тоже негативны для канадского доллара. И здесь сделка будет 1.2850, это buy limit, с целями 1.30 и 100+, 1.2790. Так, Виталий, слово тебе. Так, демонстрация уже пошла, вижу. Так, всем приветствую. Итак, у меня чуть-чуть другое мнение по рынку, такое достаточно будет рискованное, по поводу того, что я отметил, что возможно инфляция в среду будет в прошлом месяце ниже данной, чем, ну, возможно, там, чем ожидается, замедление ее или так далее. Поэтому хорошие non-farm и, возможно, рынок на какой-то период, там, недельку-две, возможно, будет расти. И технически тоже есть такие перспективы, но, конечно, это все может поменяться, поэтому по евро-доллару у меня будет такая рискованная сделочка. Это на покупку с текущих, да. Напомню, что я в прошлый раз, так, секундочку, давал на выход из канала по евро-доллару. Вот этот канал, который у нас есть, 1.02.70, на 1.01. Я давал в прошлый раз лимит на выход данного канала и, так скажем, предлагал торговать при выходе с данного канала на текущий момент. В принципе, то, что ты предложил, вот лимитку поставить на пробой, там, по сравнению, ты ставил 1.01.50, если не ошибаюсь. Я бы, если в таком случае чуть пониже поставил, где-то в районе 1.01.25, еще лучше, там, 1.01, и уже при пробое данной зоны поддержки в евро есть вариант улететь. Но рискованно я бы покупал из текущих со стоплосом в районе 1.01.25 с надеждой, что этот фундамент нам подыграет немножко. Технически здесь есть паттерн, который показывает о возможном росте верхней границы канала и, возможно, на пробое ее в район 1.03.50 и, возможно, выше. Для этого желательно еще нам сегодня, так скажем, чуть по-бычьему закрыться, то есть откупить сегодня дневку, и в таком случае шансы увеличиваются на рост по евро, и, возможно, в среду я уже скажу более точно, что да, по евро, скорее, на этой инфляции рынок двинется на это. Вот такое у меня мнение. Поэтому я поддерживаю тебя, но пока рискованно я присмотрюсь к покупкам, ближе к среде, можно будет сказать более надежно по евро-доллару свое мнение. Дальше. Индекс доллара здесь аналогичная картина, ну, точнее, не аналогичная, аналогично, возможно, будет ослабление доллара. Напомню, в прошлый раз я ставил, ну, давал такой комментарий и рекомендации, что ниже уровня 106.20, если мы его удержим, это мы в среду обсуждали, за него была борьба, у нас будет снижение по данному индексу. Оно, в принципе, и произошло, но это снижение было локальное. Ну, интродэй, возможно, будет заработать, да, внутри дня вот этого уровня, но дальше, как мы видим, обновили локальные максимумы. Поэтому на текущий момент данный инструмент чуть-чуть более, как скажем, не так красиво смотрится. Вот если мы сегодня перекроем пятничный рост, то дальше с отката, вот в среду утром я, возможно, скажу свое мнение, потому что сейчас сложно. По другим валютам все аналогично. Что касается фунта, если мы сегодня его откупим хорошо, то я думаю, там вторник, точнее, в среду, четверг мы будем расти. Там вторник, возможно, какие-то коррекции будут. Аналогично канадский доллар, франк, австралийский доллар, новозеландский доллар. То есть здесь по всем инструментам. То есть очень важно, как мы сегодня закроемся. Если по-бычему очень хорошо против доллара, то на текущей неделе, возможно, этот рост продолжится. Если продаем и по евро сработает мой штук-нос и твоя лимитка, то, скорее всего, по другим инструментам аналогично, и мы будем валиться дальше по трендам. Ну, что касается там нефти-золота, я, в принципе, с тобой согласен. Золото аналогично, как нефть. Очень важно, как мы сегодня закроемся. Если придаем вниз, то, скорее всего, уйдет коррекция вниз по данным инструментам. Нефть. Пробовал я аналогично с тобой в прошлый раз покупать ее. Хотя я был вне рынка, я говорил, также давал совет о покупке. Мы локально, в принципе, достаточно неплохо там в среду выросли. То есть где-то 3 доллара. Достаточно сильно к уровню сопротивления локальному. То есть можно там было без убыток перевести. Но глобально, как я и ранее предполагал, что, скорее всего, нефть будет корректироваться. Потому что все ожидают вверх, скорее всего, вниз. Что касается, допустим, криптовалют, там, биткоин, эфир, они, скорее всего, лонговые. И что касается фондовых индексов, аналогично. Они пока не показывают никаких моментов на разворот. Возможно, хотя была такая реакция в пятницу вниз импульсом. Это все отработали, отыграли назад. То есть рынок, скажем, перешел к такой версии, что все хорошо. И если инфляция будет ниже возможных средств, то ставки не будут поднимать. Судя по всему, фондовый рынок с этим согласен. Потому что сегодня растет на тотальном позитиве. Да, да. Поэтому... Маха отменяется. Да, вот если взять красивый Dow Jones. У него есть красивое накопление последние, там, раз, два, три, четыре, пять дней. Поэтому мы сейчас, если пробиваем эти локальные максимумы 32 900, то есть куда расти. Аналогично там S&P, NASDAQ, DAX. То есть пока все здесь на рост. Конечно, меняем свое мнение только после сильного импульса вниз. Будем корректировать свое мнение. Пока. Поэтому пока вот такое мнение у меня по рынку. Оно рискованное, но... Понял, Виталик. Спасибо тебе за точку зрения. Следим за развитием событий. Тогда в следующую среду обсудим. Снова что-то по рынкам, где окажется доллар. И еще раз попробуем подготовить наших подписчиков к релизу по инфляции, самому важному этой неделе, к движениям. Возможно, что-то изменится. Ну, в общем, ближе к делу. Глобально, да. Ну, глобально, как я бы... Что я бы отмечаю, глобально рынки, конечно, будут очень сильно падать. Потому что, как я уже сказал ранее, нас ждет какой-то такой... У нас сейчас 2020 год, так скажем, ну, если округлить, да, и взять там 1920-е годы. То есть у нас ровно сто лет прошло с Первой мировой войны, да. Был такой перелом в мире, развалилось несколько империй. Это Российскую империю, Австрову, немецкую, османскую, да. И сейчас, я думаю, будут большие смены парадигмы в мире. И, скажем, нас ждет в ближайшее время полтора-два-три года какой-то сильный кризис. И поэтому эти все рискованные активы будут очень сильно падать. Даже китайский индекс, помнишь, мы где-то в прошлом году его еще... Ну, кто-то просил там его дать комментарий. Да-да-да, помню. Я говорил, если посмотреть, там, S&P 500 растет, а китайский индекс падает. Я говорю, вот, если это не растет на растущем рынке, то оно будет еще сильнее падать. Так мы видим, что в Китае там отскоки доплые кошки, потому что он уже ниже, поэтому вот как-то вот так. Поэтому ждем сильных катаклей. Согласен. Еще раз спасибо тебе тогда. Хороших трейдов на этой неделе. И увидимся в среду. Пока-пока.